Ну, выиграют пока вот эти кремлевские бандиты. А потом еще и до Европы дойдет дело. Там люди гибнут, и дети. А мы? Кто выигрывает? Только наши, русские. Честно говоря, я за этим не очень сильно свяжу, но я думаю, все-таки Россия. Потому что, во-первых, Украина страна поменьше будет, и у нее, как бы, как сказать, меньше возможностей выиграть. В военном противостоянии, ну, конечно, Россия. Превосходство в технике не менее, чем десятикратное. Двух-трехкратное превосходство в живой силе. Можно быть хоть каким угодно, с такой угодной стороной, идеологически заряженным, но факт это не отрицать нельзя. Россия, безусловно. Про всем фронтам идет продвижение, хотя не масштабное, но аккуратное, как бы, идет завоевание оппозиции. Россия, Россия. Она и выиграет без вопросов. А потом еще и до Европы дойдет дело. Ну, выиграют пока вот эти кремлевские бандиты и его свора. В любом случае, сила на стороне России. Я вообще патриот России. В любом случае, все основано на определенных жизненных ценностях, которые прививались нам годами еще в Советском Союзе. Россия. Потому что Россия, я считаю, действует справедливо. Сто процентов России. У нас больше военного оборудования, у нас больше насильней армии, у нас самый лучший президент. В любом случае, мы. Потому что мы за правду, мы за справедливость. Я в последнее время стараюсь не следить лишний раз, потому что слишком напрягает это информационное поле. Мое личное мнение, все проигрывают. Никому это не нужно, и можно было решать вопросы по-другому. Если честно, я сейчас не интересуюсь. Сильно больно. Я не из тех, кто поддерживает. Я против войн, убийств и всякого такого. Поэтому, надеюсь, выигрывает правда. Украина выигрывает. И она выиграет. Потому что они борются за право дела, и что. Все проигрывают. Никаких выигрышей там не будет. На мой взгляд, невозможно выиграть в войне. Проигрывают обе стороны. Проигрывают все мы. Нет никакого предсостояния. Все это ерунда. Я не знаю, что это за тея. Никто не выигрывает. Там люди и гибнут, и дети. А мы? Чего мы выигрываем? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова